Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол. Это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. И сегодня интереснейшие два матча. Матч против Фиорентины в чемпионате и матч в Лиге Чемпионов против Дортмундской Боруссии. Итак, против Фиорентины я решил выпустить второй состав. Вот так вот он выглядит. Коноплянка сегодня в стартовом составе. Посмотрим на его игру. И мне вот интересно, дома мы играем или на выезде. Мы играем на выезде. Но это, мне кажется, в плюс. Потому что дома будем играть намного увереннее во втором матче. Итак, Ювентус сегодня может сделать преимущество в 13 очков. И мне кажется, мы обязаны это сделать. Итак, готовятся игроки Фиорентины. Мы видим Хендерсона, который перешел из Ливерпуля и стал еще и капитаном Фиорентины. Ну что же, пожелаем мы ему удачи и удачи Фиорентины. Но сегодня Ювентус должен побеждать. Шальки. Он перешел туда из Ювентуса. И Марио Манджукич. Кто, если не он, должен был забить в сегодняшнем матче? Один из лучших игроков Ювентуса в этом сезоне. Не Криштиан Роналдо. Потому что Криштиан Роналдо показывает и подтверждает свое звание лучшего футболиста мира из года в год. Но Марио Манджукич это просто звезда этого сезона. От штанги еще так аккуратненько забивает свой 18-й гол Марио Манджукич. Отец не покупает в атлетике. Сам добивается своих результатов. А вот сейчас Бернардески против своего бывшего клуба на вес. И это почти что был гол от Евгения Коноплянки. Какой шикарный был сейчас момент. Но выше ворот пробивает Евгений. И пенальти. Дешилью сбивает Пьяти и получает красную карточку. Здесь уже нанес мимо удар. Но сейчас посмотрим, как исчезнет. И разводит по углам Пьяти. 1-1. Ферантино сравнивает счет с пенальти. Второй гол Динасио Пьяти. Они чувствуют, что они могут выиграть теперь. Потому что играют в большинстве. И все. Сразу же буквально с развода мяча. Давайте тогда мы сразу заменим. Бентактура, например, выйдет вместо него. Белерин. И Джикия. Георгий Джикия. Вот так вот. Не ушел он с углового. И забивает гол за Ювентус. Это первый гол защитника из сборной России. Георгий Джикия. Которого купили на замену Дэниэль Ругани. И отлично. Сравнивает счет еще с 10 минут у Ювентуса. Посмотрите. Сыграл он сейчас позицию здесь уже центрального нападающего. И пробивает Георгий Джикия. Ну и Ферентино уже просто контролирует мяч. Но не нашли они под контролем. Этот момент Манджукич. Выводит все-таки вперед Марио Манджукич. Выходит вперед Ювентус. Проигрывая 2-1. Они смогли забить два мяча, как и Ферентино. Буквально дуплетом они забили. Но и все-таки в концовке матча Марио Манджукич забивает 19-й гол. И это, скорее всего, будет победа. Очень важная победа для Ювентуса. В десятером они смогли забить два мяча. И шикарная была игра Ювентуса. Они по ходу матча и проигрывали. И играли в ничью. И выиграли все-таки со счетом 3-2. Очень интересный был матч. Но сейчас чуть не менее будет интересный матч. Матч против Дортмундской Баруси в гостях в Лиге Чемпионов. 1-8 финала Лиги Чемпионов. Ну и, естественно, дисквалифицирован на один матч до Шильо. Проведем тренировку. Итак, лучший бомбардир здесь Неймар 7 мячей. И Крещено Роналдо 6 забитых мячей. У Дортмундской Баруси пока что не наблюдается лучшего бомбардира. Итак, все, выходит мой состав. Именно вот этот. На Алисона я все-таки все равно надеюсь, что в Лиге Чемпионов он будет намного лучше играть, чем в Чемпионате и в Кубке. Поэтому мы сыграем, наверное. Охота была бы в классической. И вот я думаю, может быть... Ну все-таки давайте вот в этой. И тогда Дортмундская Баруси в своей домашней. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Вторая половина сезона. Первый матч плей-оффа. Ювентус против Дортмундской Баруси. Интереснейший матч нас сегодня ждет. И Дортмундская Баруси начинает. Павла Дебала шикарно убирает одного игрока. И какой шикарный гол Павла Дебала, друзья. Это будет, мне кажется, самым шикарным голом в Лиге Чемпионов этого сезона. Вы посмотрите, что сотворил аргентинец. Получил мяч. Обыграл одного соперника. Проходит дальше. Чуть-чуть убирает. И пушка страшная. И прямо в девятку, друзья. Аргентинец. Рвется в бой. И, скорее всего, он нацелен на Лигу Чемпионов. 1-0, 22-ая минута. Отлично. Ой-ой-ой-ой. И пропускает Ювентус. Миши Бачуаи. Отлично забивает головой. И Алисон, к сожалению, не тащит первый гол. И он вообще в Лиге Чемпионов. И Криштиану Роналду. Ничуть не хуже голова Пала Дебалы. Но сравнивается Роналду с Неймаром. Будем смотреть, как сейчас играет ПСЖ. И забьет ли бразилец. Но гол все равно красивый. Забивает португалец ворота Дортмундской Баруси. Вот здесь. Нанес уже на себя троих защитников. И из-под них все-таки уже смог пробить. И забивает свой седьмой гол в Лиге Чемпионов. И снова забивает Дебала. Не знаю, почему Бюрки сейчас даже не отбил этот гол. Но Дебала дубль. И очень хорошо играет сегодня аргентинец. Снова получил мяч под левую ногу. Здесь обошел. И вот так вот низом. Не знаю, почему Бюрки вообще его не поймал. Но ловить такое надо было. К сожалению, Бюрки не смог отбить этот удар. 3-1. Ювентус обыгрывает Баруси. И третий гол Паула Дебала. И все, друзья. Победа 3-1. В гостях. Комфортное преимущество будет на Альянс Стадиум. Но Дортмундская Баруси получает поражение. Баварий играет ничью с Наполи. 1-1. И приходят нам два сообщения. Благодарить нас Крещен Роналду. Итак, Манжутич на 1 гол опережает Роналду. Полное выздоровление. Там, скорее всего, Пьянича выздоровел. Да. Но мы все-таки все равно проверим. Сейчас посмотрим в центр состава. Зайдем. И что там у нас по Пьяничу. Нет, через 12 дней только может Миралем Пьянич сыграть. Так что мы будем ждать все-таки, когда он полностью оправится. Ну что же, в следующем выпуске у нас будет матч против Тарина и Аталанты. Ну и дальше нас ждет еще и Лацио Баруси. Это будет очень интересно. И скоро, тем более, у нас, друзья, будет, я так понимаю, выпуск посвящен международным сборам. Здесь у нас Чили и Уэльс. Это просто товарищеские игры. Это последние, я так понял. Да, просто две игры. Мы должны за сборную Италии сыграть. Одну, наверное, против чилицев мы сыграем первым, ставим против Уэльса вторым. Посмотрим, на что готова сборная Италии к чемпионату мира. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.